Хочу поделиться впечатлениями от приобретенной экшн камеры X-TAL1 Pro 4. Это мой первый опыт в этой области, и я решил начать с совершенно малоизвестной камеры. Устройство обошлось в 55 долларов. В комплекте был влагозащитный ударостойкий бокс, который можно использовать для транспортировки камеры. Правда микрофон в нем ничего не слышит. Суппорт для крепления в штатив. В коробке я нашел небольшой мануал на двух языках, полную комплектацию в картинках и что как крепить. Салфетка со стяжками, запасная задняя крышка, моя пока еще целая. Вероятно это крепление на велосипед. Крепление за шлем. И прищепка. Остальное я докупил отдельно у других продавцов. Крепление на руку с возможностью вращения камеры и на голову, иногда нужно чтобы руки были свободны. Сразу решил заказать и такое приспособление за 4 доллара. Ну и самый простой кейс для транспортировки. Если что-то заинтересовало, ссылки в описании под видео. Сама камера очень миниатюрная и имеет 2 дюймовый экран. Поддержка флешкарт microSD до 64 гигабайт. Есть HDMI выход для подключения к монитору или телевизору. И рядом расположен microUSB вход. На другой стороне кнопки управления. И маленький динамик. С этой стороны микрофон. Аккумулятор достаточно распространенный и найти запасные будет не сложно. Главное чтобы емкость была реальной, так как в продаже очень много фальшивых и некачественных. После нескольких секунд включения камера сразу готова к записи. Это большой плюс. Ничего не пропустите. Давайте я полистаю опции и покажу возможности режима. Есть возможность включить запись по датчику движения. 11 языков на выбор. Я предпочитаю все же английский, но пока оставим на русском. Я коротко решила запись по датчику третий. Я кошки посиний. Я пер changусь к примерам. Я беру его в час. Я беру сон. Я беру сон. Греба. Я беру порядок. Я беру сон. Попробую. Я беру китку. Я беру сон. Я беру подсребу. можно задать качество для фото и разрешение с каким будут фотографии на выходе получаем jpeg в режиме видео также можно выбрать разрешение и частоту кадров для тестовых видеороликов я использовал 1920 на 1080 60 кадров в секунду не может не нарадовать возможность удаленного управления и просмотра картинки камеры через вай фай включается он долгим удержанием кнопки затвора расположены сверху и также выключается на экране камеры в правой нижней стороне белым цветом указано какое время съемок хватит свободного места на флешке с выбранным разрешением в режиме фото сколько снимков поместится еще на флешке с выбранным разрешением видео можно посмотреть прямо на камере с помощью видео в ютубе я не смогу передать реальное качество картинки поэтому я выложил небольшие видео ролики на файл обменники ссылки найдете под видео в новом видео я покажу как перепрошивать камеру XL1 Pro 4 и выложу новую прошивку чтобы не пропустить подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх а Kimberly субтитры делал DimaTorzok а субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok